Татьяна, добрый день. У меня вообще появился интерес к жизни, благодаря им. Ага, прекрасно. Какой торговой стратегии вы придерживаетесь? Есть ли уже какие-то значительные результаты у вас? Ой, это сложно мне понять. Стратегия, стратегия интуиция, плюс новости, плюс опытные аналитики. И вот когда мы вместе, тогда вот я думаю, получается у нас. Стратегия учиться, прислушиваться и слушать себя. Какие вы видите для себя перспективы на этом рынке? И вообще Форекс может стать основным источником дохода для вас? Вообще вполне. Очень легко и быстро. Что бы вы посоветовали новичкам на рынке? С чего стоит начинать работу? Каким аспектам нужно уделять особое внимание? Ну, во-первых, нужно избавиться от всяких страхов, недоверий. То есть то, что я прошла, и это быстро именно начиная работать с аналитиками, с помощниками, с трейдерами, да, компании. Понимаешь, что это настолько доступно каждому, это настолько интересно, это столько даёт энергии. И это реально получится у всех. Потому что мой сын, ему 16 лет, он просто мне помогает даже в этом. То есть я думаю, это доступно всем. Ждём возраст, когда будет 18 и приступим к работе. Татьяна, спасибо огромное, что вы уделили нам время. Компания Максимаркет желает вам удачных, прибыльных торгов на рынке Форекс. Спасибо. Всего вам хорошего. Галина, здравствуйте. Вас приветствует компания Максимаркетс. Меня зовут Ирина. Могу ли я задать вам несколько вопросов? Можете. Здравствуйте, Ирина. Галина, скажите, пожалуйста, с чего началась ваша работа с Максимаркетс? Как вы стали нашим клиентом? Я невзначай попала на платформу, где искала просто, куда вложить деньги, чтобы иметь доход пассивный. Посмотрела, зарегистрировалась и поняла, что это не для меня. Потому что я на Форексе вообще, товарищ Дерево, ничего не знаю. Кроме слов котировка, валютной пары, торговли драгметаллами, больше у меня понятия вообще никаких не было про Форекс. Вот. Ну, мне звонила Настя, спросила, почему я зарегистрировалась туда-сюда и предложила мне попробовать. Ну, я подумала, что можно попробовать, почему бы нет. Попробовала. У меня получилось. Да, я зарегистрировалась, внесла деньги, меня соединили с Евгением Лавровым, дали мне наставника или, как это правильно сказать, менеджера. Менеджера. Я начала с ним работать, да. Евгений мне сразу предложил, так как я работала когда-то инженером по технике безопасности, и он говорит, Галина, по технике безопасности лучше бы не учиться на учебных деньгах, а лучше бы начать торговать на настоящих деньгах. У вас будет чувство охранено. Или вот будете соблюдать технику безопасности, не будете бездомно сделки открывать. Я с ним согласилась и начала торговать. Первый доход у меня шел очень даже хорошо. В день у меня где-то выходило 5-5,5 тысяч в среднем. Скажите, пожалуйста, в завершение хотелось бы задать вам вопрос, уже ставший классическим. Вопрос следующий. Когда вы планируете заработать ваш первый миллион долларов на рынке Форекс? Я поставила себе в целях, что в мае месяце у меня миллион будет в рублях. Ну вот пока вот у меня цель такая, миллион в рублях. Причем, которую у меня вывести, а вот миллион долларов, ну пока я не собираюсь прекращать Форекс. Не предполагаю, я даже говорил так, что если вдруг я здесь все потеряю, я еще раз возьму тысячу долларов и зайду еще раз. Ну у меня будет опыт. Здравствуйте, Надежда. Меня зовут Роман, компания Макси Маркетс. Я бы хотел задать вам несколько вопросов. Очень внимательно слушаю. Надежда, я знаю, что вы VIP-клиент в нашей компании. Расскажите, пожалуйста, о VIP-сервисе, о уровне поддержки, который вы получаете, имея статус VIP. Соответствует ли он вашим ожиданиям? Понравилось в том, что действительно я ощущаю поддержку со стороны менеджеров, если так правильно сказать. Насколько я знаю, что у вас есть два персональных менеджера, да? Да. Один VIP-менеджер и один аккаунт-менеджер. Расскажите, пожалуйста, как они помогают вам в торговле, какие рекомендации вы от них получаете, вообще как процесс работы с ними происходит. Ну, я регулярно получаю сигналы, сигналы по Skype, значит, потом, что я получаю, значит, если у меня какая-то там позиция не совсем удачная, мне предупреждают, что я должна сделать то-то, то-то, закрыть, открыть, там, как бы, подкорректировать, в общем, меня это устраивает. Есть какие-то у вас проверенные стратегии или любимые инструменты в торговле? Ну, в основном я сейчас евро-доллар, фунт-доллар, ну и золото, вот основные вот эти вот. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, рынок Форекс может стать основным видом заработка? Я себя к этому готовлю. Вы себя к этому готовите? Это ваша цель? Да. Как сказать, недолгосрочная. Скажите, пожалуйста, Надежда, когда вы планируете зарабатывать свой первый миллион долларов? Много оптимизма в вашем голосе, но это не ответ, так все-таки когда? К концу этого года. К концу этого года. Замечательно. Главная надежда, что у вас есть цель, и когда у нас есть цель, мы уже планируем с помощью каких инструментов ее достичь. Большое вам спасибо за время, которое вы нам уделили. Я желаю вам успешных торгов. Всего вам доброго. Спасибо еще раз. Руслан, добрый день. Меня зовут Александр, компания Максимаркетс. Разрешите вам задать несколько вопросов? Добрый день, Александр. Давайте. Руслан, вы не так давно работаете с нашей компанией. Расскажите, почему выбрали именно нас? Ну, я очень долго в интернете выбирал. Думал с брокером начать работать, скажем так. И тут встречается просто на нашу компанию Максимаркетс. А какой клиентский сервис кажется вам наиболее полезным? Ну, я даже не знаю. Много. Мне все нравится. Ваш личный менеджер, Дмитрий, помогает вам в торговле? И как это происходит? Да, конечно. Он ежедневно, периодически, каждое утро в течение всего дня. Мне помогает дурить торговые сигналы, куда что ставить, отложить ордера. И она на важные новости реагирует. С какими торговыми инструментами вы чаще всего работаете? И какой торговой стратегии вы придерживаетесь? Ну, видите, я сейчас на данный момент стараюсь работать только на важных новостях. То есть, это, можно сказать, и сделки. Как только вижу, что сегодня будет очень хорошая новость, просто с отложенными ордерами игропат уже плохо, скажем так. Пользовались ли вы какими-либо акциями или бонусными предложениями от компании? Да, конечно. Во-первых, мне компания при пополнении депозитов подарила сразу же бонус 400 долларов, которым я мог полноценно пользоваться. И после того, как я проработал буквально месяца три, как раз, наверное, Дмитрий мне предложил новую акцию, где при выполнении определенных открытых сделок мне компания дарит еще депозит. Как вы считаете, Форекс может стать основным источником дохода? Да, конечно. Я к этому устремлюсь. А что бы вы могли посоветовать трейдерам, которые пока что опасаются вкладывать и торговать? Я считаю, что людям пора начинать умнеть, скажем так. Очень многие просто не доверяют таким вещам, которые они не понимают. Это общая проблема людей. Надо просто расти и развиваться. Хорошо. Руслан, спасибо вам за то время, которое вы нам уделили. Компания Максимаркет желает вам удачного трейдинга. Продолжение следует...